Говорят, забирать финскую собственность у россиян теперь будет проще. Или все-таки нет? А на Северном Кипре иностранцам придется быстро регистрировать собственность. Правда ведь? Давайте разбираться. С вами я, Ольга Логовская, и новости мира зарубежной недвижимости и миграции приан. Поехали! Президент Финляндии утвердил поправки в законодательстве, упрощающий изъятие недвижимости у собственников. Слово «изъятие» взорвало информационное пространство. Так что же, время паниковать? Начнем с того, что касается угрозы не всех собственников иностранцев, а только тех, кто накопил долги за содержание объекта. И касается нововведения не только россиян, просто именно граждане России попали в правовую дыру. Раньше для начала процесса жилищной кампании нужно было направить должнику письменное уведомление, но в последние два года отправить почту в РФ стало практически невозможным. Теперь именно это требование финские власти и убрали. Решение вступает в силу с 8 июля 2024 года. Что делать? Рецепт известен. Прибегать к услугам третьей стороны – агентов, соседей или друзей. Прямые платежи из России в Финляндию, увы, не проходят. Куда более важный момент, который нужно понять, что вообще скрывается за формулировкой изъятия. Просто взять и отнять, то есть сказать, мол, теперь это наше, а не ваше, все равно ведь нельзя. Скорее всего, речь и не идет о таком отъеме. Вероятнее, жилищные компании будут временно брать в управление объект должника, начнут оплачивать счета и так далее, либо получать за это какие-то субсидии от государства или муниципалитета. Но, разумеется, расходы с пенями продолжат капать на счет владельца. И в конце концов, собственнику издержки могут оказаться соизмеримыми с ценой объекта. Дешевле будет как-то избавиться от него. Тем более, если речь идет об изначально дешевом объекте, такое россияне активно покупали даже не для проживания, а для получения визы. 20 тысяч евро или даже меньше, нужно ли вообще цепляться за такую собственность? Но, опять же, процедура отказа тоже требует прозрачности. В общем, как будет проходить процесс, мы обязательно вам расскажем, как только появятся первые кейсы. Кстати, за самыми актуальными новостями можно следить в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылку мы оставили в описании. Все так же туманно и для собственников недвижимости на Северном Кипре. Правда, тут дело касается вообще всех иностранцев, а не только россиян. Власти республики все-таки приняли закон, регулирующий процесс продажи недвижимости. Говорили о нем еще в апреле, но тогда многие эксперты и риэлторы сходились во мнении, что его не примут, он был просто сырой. Сушу он, похоже, не стал, но его все-таки утвердили. В целом в законе есть конкретные формулировки. В частности, иностранец может приобрести только один объект недвижимости, при этом площадь земельного участка не может превышать 1338 квадратных метров на человека. Закон также устанавливает обязательные сроки регистрации жилья – полгода с момента покупки. Раньше такого требования не было. Как это повлияет на рынок? Закон приняли важный, нужный, очень полезный. Мы очень ждали этот закон. Согласитесь, очень странно, когда есть огромный рынок продажи недвижимости, проходят десятки тысяч сделок на сотни миллионов британских фунтов. И при этом нет понятных правил переоформления, свидетельств правила собственности на иностранных покупателей. Но проблема в том, что законодатели, когда приняли этот закон, они не дали нам понятные работающие механизмы его воплощения. И по этой причине закон не работает. Ни государственные чиновники, ни продавцы, то есть застройщики, ни покупатели никак не могут этот закон выполнить. Что будет дальше? Либо они нам дадут какие-то регламенты, при помощи которых мы реально сможем выполнять данный закон, либо этот закон вообще отменят, либо же не отменят, скажут, пожалуйста, делайте, что хотите, выполняйте. И в этом случае очень многие покупатели и продавцы просто не смогут его выполнить. И это просто убьет рынок. А раз нет четкого механизма действия, нет понимания, что делать собственников. На Северном Кипре и раньше иностранец смог оформить титул только на один объект. Но сотни, если не тысячи человек в реальности владеют несколькими юнитами, не имеющими должного правового статуса. Что им грозит? Нужно ли срочно продавать? Эксперты рекомендуют не принимать скоропалительных решений. Давайте подождем. В самом крайнем случае, если даже закон не изменится, и вы не сможете заплатить те высокие налоги, которые сейчас по новому закону есть, и переоформить объект недвижимости на себя, ничего страшного. Либо выставим его на продажу и поможем вам его продать, либо поможем переоформить на трастовую компанию, будете владеть этим объектом через трастовую компанию. А тем покупателям, которые только задумываются о приобретении, я бы порекомендовал немного тоже подождать, взять небольшую паузу, помониторить рынок, потому что на рынке в любом случае сейчас появится большое количество объектов. На вторичном рынке это готовые, почти новые объекты, часто полностью меблированные по цене, например, 30-40-50% дешевле, чем аналогичные объекты в новостройках. В нашей традиционной рубрике мы отправимся в Черногорию. Топ направления, спрос на которое со стороны россиян даже в этом, не самом активном году, не снижается. Разумеется, кто-то обращает внимание на новые элитные проекты, но для большинства реальный вариант – это бюджетное жилье на вторичном рынке. Варианты можно найти и до 50 тысяч евро, но мы все-таки советуем искать более дорогие предложения, как, например, вот это. Однокомнатная квартира площадью чуть более 40 квадратных метров в четырехэтажном доме. Жилой дом, весьма скромный, лифт, кондиционер, зато до моря всего пару минут. Ремонт свежий, в комплекте вся мебель. Приезжай, живи и чувствуй себя как дома. Это и другие предложения в Черногории смотрите на Приане. Ссылки оставили в описании к выпуску. А вот Таиланд продолжает радовать собственников. Правительство объявило о новых мерах, направленных на привлечение иностранных инвестиций в сектор недвижимости. Из ключевых изменений срок действия прав собственности на землю может быть увеличен до 99 лет. Это актуально для тех, кто не против приобрести объект в лизинг. И, ура, разрешенный процент иностранной собственности на кондоминиумы будет увеличен до 75%. Сейчас, напомню, это скромный 49%. В общем, все для иностранных инвесторов, которые скупают недвижимость на популярных курортах. На том же Пхукете рынок двигает в основном россияне и китайцы. Как итог, цены на землю выросли на 100% за последние два года. Жилье подорожало на 150% за последние 15 лет. Что ж, ну и выпуск. Все понятно, но ничего не понятно. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях. А я прощаюсь с вами. До встречи. Добра и мира в ваш дом.